Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Анапская молодежь поддержала всекубанскую акцию и пополнила донорский банк спасительным материалом. Юные леди и джентльмены в гимназии Эврика отметила свой день рождения традиционным осенним балом. По прогнозам синоптиков, осадки в последнюю декаду ноября и первую декаду декабря в Анапе превышают среднестатистическую норму. Жизнь с лихвой оправдывает эти прогнозы. Глава города Сергей Сергеев проверил работы технических средств контроля за паводковой ситуацией и оценил работу оперативных групп контроля. Гидродатчики контроля паводковой ситуации, показатели с которых глава города получает напрямую, показали в станице Анапской превышение нормального уровня воды. Цифры, свидетельствующие о неблагоприятной ситуации, вызвали беспокойство главы города. Сергей Сергеев вместе со специалистами решил на месте оценить возможные риски. Основная причина, мы сейчас выяснили, вот от этого моста и мыс Анапский затруднен проход воды. Алексеевский. Почему? Алексеевский. Смысл какой? Вот здесь на датчике он сейчас показывает 1 метр 53 сантиметра в сравнении с морем. А выход на Анапке всего 11 сантиметров. Перепад 1,40 метра. Представляете? Значит где-то ее держат. Ее держат. Сергей Сергеев поручил обследовать все русло реки Анапка и выработать план первоочередных мероприятий. В муниципальной программе предусматриваются средства для расчистки водотока и подобным образом уже почистили водное русло рек Уташе, Джигинки и Юровки. До весны мы дотерпим, да? До весны дотерпим. Почему? Потому что смотрите, по метеоусловиям, вот в этот месяц, ноябрь, выпало 69 миллиметров. При норме 50. А, то есть превышена норма. Превышена норма. Это ты у нас смотришь, а вода-то приходит вон оттуда. Мы, сейчас я доложу, но вот эти осадки выпали за последнюю декаду, а за последние три дня 40 миллиметров наложилось. И мы обследовали, еще одни продолжали обследование всех гидротехнических сооружений Новороссийского. Видимых признаков, что у них ничего мы не обнаружили. Ситуация находится на постоянном контроле и особых рисков не вызывает. Однако глава подчеркнул, что она требует дальнейшего пристального внимания оперативных служб. Завтра, 6 декабря, в Крае будет проведена комплексная проверка технического состояния региональной автоматизированной системы централизованного оповещения. По сигналу сирен и громкоговорящих устройств необходимо включить телеприемники на каналы «Россия-1 Кубань» или «Кубань-24», радиоприемники на программу «Радио России», а приемники эфирного вещания на каналы «Первой радио Кубани» или «Радио России» и прослушать специальные сообщения. И к другим новостям. В 1992 году Генеральная ассамблея ООН провозгласила 3 декабря Международным днем инвалидов. В Анапе этот день отметили по-особому. На главной сцене курорта чествовали людей, для которых нет границ в творчестве и самовыражении, которые принимают активное участие в общественной жизни курорта и каждый день вносят свой вклад в его развитие. Вот уже 8 лет в Анапе существует клуб эстетического развития детей с ограниченными возможностями здоровья «Дорога добра» под руководством Людмилы Комаровой. Клуб является постоянным участником общегородских мероприятий, а в октябре получили звание лауреата в Краевом фестивале «Солнце в ладонях». Вот уже два года в Анапе действует единственный в Краснодарском крае ансамбль спортивных танцев на колясках «Риданс» под руководством Екатерины Васильевой. Ансамбль два года подряд участвует в показательных выступлениях по всему краю, а в этом году стал лауреатом фестиваля «Танцы без границ». И в этот вечер ждал настоящий сюрприз. От главы города Сергея Сергеева они получили сертификат на приобретение профессиональных спортивных колясок. Для меня «Танцы» – это новая творческая жизнь, встреча с интересными людьми, море позитива и общение. Также в этот день отметили и Анапскую команду спортсменов-паралимпийцев. Уже более 10 лет она является сильнейшей на Кубани и в России. Настольный теннис, легкая атлетика, шахматы, амр-лестлинг – равных в этих дисциплинах ребятам нет. Никита Ванков, который также вошел в число чемпионов с тремя золотыми медалями по плаванию, отмечает, что в Анапе созданы все условия для тренировок. Благодаря администрации города и некоммерческому фонду «Доступная среда» готовиться к соревнованиям стало намного проще. Городские власти очень серьезно занимаются проблемами людей с ограниченными возможностями, потому что для нас сделано очень многое. Для нас сделана вся центральная улица, для нас сделан общественный транспорт, остановки. Мы можем выбраться из своего дома, попасть в кино, сходить в кинотеатр, встретиться со своими друзьями, где-то в кафе пообщаться. Так как действует у нас программа «Доступная среда» федеральная, делаются пандусы, специализированные подъемники, даже специализированные пешеходные переходы оснащаются для человека с ограниченными возможностями, чтобы мы даже банально могли правильно, в правильном месте перейти дорогу, не нарушая правила дорожного движения. «Помимо этого взять наш гортеатр. Как хорошо, что на этот концерт ребята без каких-либо препятствий смогли попасть. Попасть в зал, посмотреть этот чудесный концерт, поделиться своим настроением. Меня, как человек с ограниченными возможностями, просто не может не радовать». Заместитель главы города Людмила Мурашова в своем выступлении поблагодарила за плодотворную работу всех общественников, которые помогают администрации создавать город безбарьерной среды. «Наша задача – задача власти, задача любого предприятия, любой формы собственности, думаю, каждого из нас, сегодня создавать условия для горожан, для жителей города Амабрия, создавать, повышать ваш социальный статус и, конечно, реализовывать программные мероприятия безбарьерной среды. Хочется пожелать вам не унывать, иметь такую же силу духа, быть примером для всех остальных, здоровья вам, благополучия и успехов на долгие времена». За плодотворную деятельность по защите прав и интересов людей с ограниченными возможностями и участие в общественной жизни города почетными грамотами и благодарностями главы было отмечено 40 человек. Среди них – руководители общественных организаций, участники фонда содействия в выполнении программы «Доступная среда», тренеры, спортсмены, музыканты и поэты. Анапа присоединилась к акции «Капля крови ради жизни», которая проходит в Краснодарском крае в Международный день волонтера. На этот раз Анапский донорский банк жизненно важным материалом пополнили сотрудники Городского управления по делам молодежи. Среди активистов много тех, кто сдает кровь уже не в первый раз. «Молодые люди пришли с работы. Через час им нужно идти готовить мероприятия. Это сотрудники Городского управления по делам молодежи и общественники. Вопросы в анкете касаются общего самочувствия, перенесенных болезней. Затем предварительный анализ крови на гемоглобин и группу. Акция продлится три дня. Организаторы говорят, что желающих всегда больше, чем отведенного им времени. Работаешь в этой сфере, узнаешь, что многим детям, да и взрослым нужна твоя частичка крови, и ты можешь реально помочь спасти кому-то жизнь. И об этом стараемся рассказывать молодежи, стараемся информировать об этом, о том, что можно просто прийти, потратить 15 минут своего времени и реально помочь кому-то в трудной и тяжелой ситуации. Сейчас очень это сильно развивается направление, именно волонтерство. И можно уже сказать, что на донорские акции сейчас не приходится загонять людей, заставлять у самих людей, у самих студентов есть желание, сами звонят, прозванивают, узнают, когда эти акции, и с удовольствием приходят и сдают, что не может нас не радовать». По словам Екатерины, примерно половина сдаёт кровь не в первый раз. Есть те, кого медики называют кадровыми донорами. К процедуре допускается только прошедшая строгий отбор. Донор сдаёт примерно десятую часть крови, что никак не вредит организму. Материал тщательно проверяют. Плазму отправляют на полугодовой карантин. Всё это время она лежит в замороженном виде. По словам заведующей отделением, необходимый запас препаратов крови в городе есть, однако пополнять его необходимо регулярно. «Капля крови – это спасённая жизнь. Как бы банально это не звучало. Действительно так. Это может только человек дать. Ещё не придумали такой препарат, такое лекарство, которое может заменить клетки донора. То есть человеческие клетки. Да, есть разработки, есть искусственная кровь, но она клетки не заменит никогда». За одну сдачу крови положена выплата порядка 1 тысячи рублей, а также отгул на работе. Однако медики подчеркивают, что материальный стимул неопределяющий. Всего в муниципалитете около 700 активных доноров. Многие из них впервые пришли, чтобы сдать кровь для родственника или друга. Потом помогать стало привычкой. В городском школьном ученическом совете избрали председателя. Им стала представитель 4-й школы Олеси Чужикова. Голосование было тайным. Воздержавшихся оказалось больше трети. Новый лидер пообещал развеять сомнения. Профильные сектора уже разработали планы на работу в ближайшие месяцы. Изначально о претензиях на пост председателя заявили 6 из 28 участников. Однако к моменту голосования дошла ровно половина. Каждый представил себя в трехминутном выступлении. Были рассказы о реализованных проектах, планы, а также идеи по сплачиванию коллектива, играми и другими совместными мероприятиями. В итоге 12 человек проголосовали за Олесю Чужикову из 4-й школы. Еще шестеро за представителя школы номер 7. А 10 предпочли воздержаться. Новый председатель говорит, что довольны результатом, а скептиков в процессе работы планируют привлечь на свою сторону. Ну, я думаю, они сами увидят, что могли бы выбрать и меня. И сделать другой выбор. Потому что работа будет очень продуктивная. Ну, это их право. Они могли проголосовать так. Олеся участвовала в предыдущем составе ученического совета. Весной даже побывала председателем. Теперь она намерена продвигать идеи юных анапчан на уровне края. Уверена, что им есть что предложить. В свою очередь, кураторы проекта считают, что большое число неопределившихся – повод, чтобы больше рассказывать потенциальным кандидатам о работе ученического совета еще до старта избирательной кампании. С самого начала ученического совета уже лидеры должны понимать, чем они занимаются. Поэтому должна проработаться система ознакомления вот этих всех нормативных моментов уже в школе. Они в момент, когда уже ребята собрались и полгода, в принципе, тратят на то, чтобы понять суть самоуправления. Немножечко внедрить в школу, чтобы заместители директоров по устательной работе в школе, в принципе, уже прорабатывали. Ученический совет Анапы – по сути совещательный орган, куда входят лидеры школьного самоуправления. Ребята собрались, чтобы проводить различные мероприятия, а также предлагать интересные проекты. Так, руководитель спортивного сектора считает, что необходимо возродить гермейские игры, которые проходили в Древней Горгипии. В социальном секторе намерены помогать ветеранам не только по хозяйству, но и в работе с компьютерами. Культмассовый сектор займется проведением викторин, а также новогодних елок в школах. А вы поедете на бал? Ответ на этот вопрос для гимназистов Эврики, их родителей и учителей вот уже 23 года однозначен. Красивая традиция встречать день рождения на балу гимназистов живет и всякий раз готовится к этому событию серьезно. Бал гимназистов – не только музыка, красивые наряды и танцы. К очередному дню рождения необходимо написать оду, проявить себя в сценическом действии и в мастерстве танцевальном проявить себя в чем-то особенном. В стремлении блеснуть на балу объединились все. Так Артем Петров от родителей, а Жанна Соловьева от педагогов взяли на себя ответственность быть ведущими бала. Теперь кружатся варсы все. Гимназия во всей красе. Говорят, что во время подготовки к самым первым балам еще возникали нежелающие участвовать в танцевальном конкурсе, но прошли времена. Директор гимназии Галина Филипова смогла доказать, что гимназический бал – это красивая традиция. Она объединяет во время подготовки, дает ребятам возможность блеснуть на миру всеми гранями своего таланта. Мы получили множество титулов и наград. Вы стали победителями, призерами краевых и всероссийских и даже международных олимпиад и конкурсов. Вы получаете хорошее знание. Вы гордимся своими выпускниками. За один день на паркете Центра народной культуры Родина прошло сразу пять баллов. Участвуют в них все от мала до велика. Ну а мазурки, полонезы и вальсы современные ученики адаптируют к стилю сегодняшнего времени, сохраняя красоту и грацию старинного танца и привнося в него шик дня нынешнего. Там, где не нужны слова, музыка сама вносит гармонию в души молодых и прекрасных. А им очень важно осознание своей значимости и талантливости. Это укрепляет веру в себя и командный дух, ведь бал – это своеобразное соревнование, чтобы поддержать своих выпускников. Их первые учителя, первые классные руководители 11 классов тоже танцуют на паркете. А потом поздравления, почетные грамоты, цветы и подарки и огромное желание не расставаться с друг с другом красивыми платьями и доброй традицией. В Анапском аэропорту с самолета сняли двух пьяных пассажиров. Капитан судно заметил их, когда они поднимались по трапу и принял решение отказать в перелете во избежание неприятных инцидентов в воздухе. Информация о двух дебоширах на борту рейса Анапа-Москва-Шеренетьево поступила в дежурную часть от диспетчера аэропорта. Он сообщил, что мужчинам, которые по внешним признакам находятся в состоянии алкогольного обвинения, отказаны в перелете без права возврата денежных средств, оплаченных за билеты. К воздушному судну был направлен ряд патрульно-постовой службы полиции. Жители северной части страны были задержаны и заставлены в дежурную часть, а затем направлены на медицинское свидетельствование. Результаты показали, что 36-летний житель Хантамансийского автономного округа и 48-летний житель Омской области находятся в состоянии сильного алкогольного обвинения. За появление в общественном месте в нетрезвом виде гости курорта привлечены к административной ответственности. Им назначено административное наказание в виде штрафа. А я напоминаю, что наш генеральный партнер, производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова